Отдельная благодарность тем, кто оказывает поддержку каналу через Бусти и Патреон. От второй страницы есть перечень оружия, которое игрок может найти в Сан-Фьерро. Примечательно, что в списке, помимо обычного наименования трости, присутствуют два предмета, имеющих название Gun Cane, то есть оружие-трость. Причём такая формулировка не встречается больше ни в одном другом в списке оружия, будь то Лос-Сантос, пустыня или любая другая местность. Как вы, наверное, помните, в игре можно встретить только один вид трости, тот, что может применяться как холодное оружие. Тогда почему же в списке около больницы и мэрии Сан-Фьерро этот предмет имеет уточнение о том, что это оружие, а в других случаях такое не наблюдается? К слову, у всех прочих предметов ближнего боя подобного уточнения нет, и там указано лишь само название вещи. Вспоминается распространённая теория о том, что трость имеет или имела в ранней версии особое значение и могла передаваться другому персонажу, что привело бы к каким-то скрытым событиям, а точнее, к разгадке культа Эпсилон. Напомню, что некоторые игроки пришли к такому мнению из-за упоминания трости основателям культа Крисом Форможем, и также потому, что данный предмет в игре занимает место подарка, а не холодного оружия, хотя подарить трость главный герой никому не может. В общем, руководство по прохождению игры добавляет в эту историю ещё больше загадочности, но также вполне может быть, что это всего лишь ошибка, ведь в данном журнале нередко встречаются разного рода неточности, и к этому варианту я склоняюсь больше всего. Но тем не менее, это довольно занятная мелочь, которую можно обсудить. Если есть мысли, поделитесь ими в комментариях. Есть ещё одна интересная тема, которая может зацепить многих поклонников GTA. Это вопрос, каким могло быть продолжение GTA Vice City. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Вот один из создателей знаменитого мода Vice City 2 задумывался и даже написал сценарий, продумал актёрский состав, в общем, подошёл к этому делу со всей ответственностью, и на 20-летие GTA Vice City выложил отличный ролик с рассказом своего сюжета. Лично мне эта задумка понравилась, и я даже поймал себя на мысли, что для Rockstar это была бы неплохая основа для новой игры. Считаю, что это видео на 100% заслуживает вашего внимания. Переходите по ссылке в описании и зацените уникальный контент. В изучении руководства мы дошли до дополнительной миссии с фотоснимками в San Fierro. Первое, что стоит отметить, так это то, что некоторые снимки надо было сделать в совсем других местах, в отличии от выпущенной версии игры. А иногда места были такими же, но с несколько другим расположением иконки, показывающей точное место съёмки. Из вырезанных достопримечательностей можно назвать плакат с изображением кита и надписью «Спасите китовые долины», ну или условно говоря «Спасите китов». Это находилось на стене одного из зданий в районе Хэшбери, но разработчики убрали данное изображение, оставив стену пустой. При этом низкокачественная версия здания, которая используется при отдалении от объекта, до сих пор хранит текстуру того самого бета-плаката. Когда его убрали, новой целью для фотосъёмки стала вывеска, посвящённая совместному фестивалю районов Хэшбери и Гарсия. Она находится практически в том же месте над автомобильной дорогой. На самом деле это была довольно историчная и даже полезная деталь, ведь в жизни действительно существует движение «Спаси китов», которое зародилось в Калифорнии в 70-х. Напомню, что Сан-Франциско, с которого и срисован Сан-Фьерро, это штат Калифорния. Примечательно, что в жизни около этого города, а именно в заливе Сан-Франциско, наблюдается высокая смертность китов, вызванная тем, что в этом месте постоянно перемещаются грузовые корабли, которые порой насмерть сбивают этих крупных морских обитателей. Так что для данного региона проблема достаточно серьёзная, и это могло быть очень красиво подчёркнуто с помощью того самого плаката из ранней версии игры. Кстати, этот плакат мне напомнил изображение, которое висит в квартире бандита в одной из миссий GTA Vice City. В некоторых местах разработчики изменили расположение пикапа того самого, что появляется в объективе камеры. Например, на юге города, в районе долины Фостер, этот значок располагался буквально в кустах, игроку было бы не так просто его обнаружить, но в выпущенной версии его подняли и разместили над крышей здания. Также под крышей, но уже в доках, располагался другой значок для снимка, его тоже решили поднять. Похожая история была около туннеля в районе Калтон-Хейтс, изначально значок располагался на уровне грунта, практически на земле. Местоположение довольно странное, и разработчики, возможно, тоже так подумали и переместили его повыше. Ещё один такой случай — это бейсбольное поле. Сначала пикап был на земле, а затем уже над полем. Значок на кладбище был практически похоронен, что в очередной раз усложняло бы игрокам задачу, однако и это позднее исправили. На этом снимке пикапа толком не видно, но судя по направлению камеры и по описанию, он скорее всего также был около земли, а если точнее — у сетки. А в выпущенной игре найти значок можно над теннисным кортом. И ещё один случай, хоть и менее значительный — это мост из города по направлению к горе Чилиад. Здесь значок располагался не сказать, что на земле, но явно ниже того уровня, который имеется в доступной нам игре. А вот одно из мест съёмки в центре города полностью перенесли. Ранее игроку следовало сфотографировать антенну на здании в районе Даунтаун, однако разработчики убрали с крыши этот объект и перенесли место съёмки к антенне на гостиницу неподалёку, где проходила миссия 555 We Teeb. В районе Хэшбери, прямо за кладбищем, ранее располагалась стоянка, которую следовало сфотографировать. В выпущенной версии игры это место пустует и больше напоминает гараж в переулке, хотя если отдалиться, то появится лот, который нам покажет раннюю вывеску и в целом немного другой вид местности. Не исключено, что когда-то здесь задумывалась полноценная подземная стоянка. К слову, кое-что подземная здесь всё же имеется, это пешеходный переход, о котором знают не все игроки. Короче, точку фотосъёмки, видимо, перенесли отсюда к зданию Hippie Shopper, располагающемуся вниз по улице. Другая бета-достопримечательность это здание в соседнем районе Куэнс, а точнее его задний двор. Зачем было прятать в этом явно невыдающемся месте значок для снимка, совсем не ясно. Впрочем, разработчики одумались и перенесли цель к стоящему рядом кинотеатру, где показывают представление под названием «Волшебник задницы». Других отличий в прохождении миссии, связанной с фотосъёмкой, я не заметил. Можно сделать вывод, что местами данное руководство вводит игрока в заблуждение, и когда люди покупали такие журналы, рассчитывая на помощь в прохождении игры на 100%, им всё равно приходилось искать некоторые вещи полностью самостоятельно, или же получать помощь в другом месте. С точки зрения составления стратегического гайда, это всё-таки серьёзный недостаток, но с другой стороны, мы хотя бы имеем возможность краем глаза взглянуть на ранние версии игры. Двигаемся дальше. В аэропорту Сан-Фьерро у резервуаров ранее имелись трубы, которые отсутствуют в выпущенных версиях игры. Это была модель, взятая прямиком из GTA Vice City. Судя по радару, пиццерия на пирсе 69 отсутствовала, и лод в игре также это подтверждает. А в районе Гарсия отсутствовал Боргершот, и это заметно не только по радару, но и по многоэтажному зданию, располагающемуся в бета-версии на месте той закусочной. О настройке, которая видна на переднем плане, ранее был плакат Star Balls, который в выпущенной игре можно обнаружить с настройки в центре Лос-Сантоса. Помимо очередного прикола от Rockstar, этот плакат ещё как бы подразумевает снос объекта, который располагался в этом месте. И учитывая, что в Сан-Фьерро здесь нет ни здания, ни строительного крана, такой плакат был бы не совсем уместным. Поэтому, кстати, можно предположить, что чисто с точки зрения игрового мира в этом месте, тем более на окраине города, ранее ничего толком не располагалось, и, соответственно, во время событий игры здесь только начинается строительство. А вот в Лос-Сантосе, очевидно, другая история. Сначала снесли ранее существующее здание, и теперь будут возводить что-то новое. Вот, кстати, одна мелочь про строительный кран. Судя по этому снимку, на той стройке, где стоит гараж СиДжея, кран по стандарту был направлен в другую сторону, что понятно благодаря расположению игрока на радаре. В теории, кран могли передвинуть и сами составители руководства, просто сев внутрь, но я очень сомневаюсь, что в этом действии могла быть какая-то необходимость. У въезда в аэропорт отсутствовал указатель и рекламный щит, и вряд ли это является последствием низкого уровня прорисовки объектов на расстоянии, так как если сравнить со многими другими снимками, прорисовка той версии игры вполне позволяла видеть подобные объекты. Позже указатель всё же добавили, а со временем появилась и реклама. Необычное здание на углу в районе Чайна Таун в тексте описали как Ванг с кунг-фу. В оригинальной игре в этом месте не обозначены какие-либо заведения, и весь объект представляет из себя лишь общий образ известного здания Синг Чонг из Сан-Франциско. При этом на низкокачественной модели сохранились какие-то вывески, и возможно это остатки того самого заведения, связанного с кунг-фу. Не знаю, зачем это заведение убрали, но есть одно маловероятное предположение. Может быть причиной стало то, что позднее в город был добавлен автосалон Ванг-карс, то есть в противном случае было бы два заведения Ванг, а так всего одно более уникальное, дающее ветку миссий и отсылающее к GTA 2. Кстати, для тех, кто не в курсе, напомню, что небольшая история создания данного места рассказана в третьем выпуске данной рубрики. Переходим к снимкам, посвящённым сбору подков в Лас-Вентурасе. Как и в случае с граффити в ЛС и фотоснимками в СФС, с некоторыми подковами тоже не всё гладко, давайте разбираться. В самых незначительных случаях они просто были некорректно расположены и проходили сквозь близстоящие объекты, поэтому разработчикам пришлось немного сдвинуть такие подковы. А вот в аэропорту особо интересная ситуация. Ранее, проходя игру, я задавался вопросом, если разработчики по всему городу хитро спрятали подковы, то почему в аэропорту эти предметы просто лежат на пустой открытой местности прямо на глазах у игрока? Есть в этом что-то странное, и руководство по прохождению дало ответ на данный вопрос. Например, что касается вот этой подковы, изначально она располагалась на башне в этом же самом месте, что понятно благодаря радару, однако на территории аэропорта разработчики сделали перепланировку, башню переместили в другое место, и вместо того, чтобы вслед за ней переместить и подкову, её просто опустили до уровня земли, то есть она осталась на пустом месте и теперь никак не спрятана. И то же самое касается второй подковы, которую можно найти с другой стороны взлётно-посадочной полосы. Ранее на территории аэропорта в этом месте была растительность, и предмет был спрятан в одном из кустов, однако после перепланировки эта часть локации опустела, и подкова осталась ничем не прикрытой. Бета-версию аэропорта можно посмотреть на одной из сохранившихся ранних карт игры. Вот здесь стояла башня с первой подковой, а вот тут в кустах была вторая. Позднее местность изменили, на этой карте мы уже видим окончательный вариант взлётно-посадочной полосы, при этом башня и растительность сохранялись на прежних позициях. А ещё позднее произошла перестановка объектов, и карта уже стала такой, какой мы её знаем. Третья подкова в районе аэропорта, как и остальные, сохранила своё место, и при этом в бета-версии тоже была ну хотя бы для вида немного спрятана, ведь там она находилась под лестницей, которую позднее убрали. Несмотря на то, что у казино The Clown's Pocket и так имелась одна подкова, ранее у неё была и другая, спрятанная в глубине здания, если так можно выразиться. При всём этом в тексте описания указан совершенно другой район. Это из-за того, что позднее данную подкову поместили на балконе одного из зданий в районе казино Come a Lot. В районе поместья Whitewood подкова ранее располагалась на заднем дворе жилого дома, а в выпущенной игре она находится в кустах близ стоящего здания. Если точнее, она висит в воздухе около кустов, что выглядит очень странно. А если учесть, что это место находится немного ниже от остальной местности, можно сделать вывод, что либо карту в этом месте переделали, отчего подкова, оставаясь на своём месте, оказалась при этом значительно выше земли, либо же, что мне кажется более вероятным, её координаты были изменены и она сместилась южнее, поэтому и оказалась над этим углублением, а соответственно теперь располагается над землёй выше, чем раньше. Можно даже провести простое наблюдение и посмотреть со стороны подковы на тот дом, где она находилась раньше. Как мы видим, подкова была перемещена лишь в одной плоскости и ровно по линии с севера на юг, и она продолжает соответствовать уровню земли и своего старого местоположения. В бассейне гостиницы V-Rock на старом снимке CJ мог спокойно стоять в воде. Судя также по текстуре, полагаю, что технически это была декоративная вода, как у фонтана неподалёку. Текстуру многие, наверное, уже узнали. Она из Vice City, что кстати было весьма символично, учитывая название гостиницы. В этом месте за пирамидой ранее стояла другая модель светофора. На юге города, на заднем дворе жилых домов, около подковы стояли мусорные баки, но в ходе разработки их кто-то украл. Вот здесь у стоящего впереди здания был немного другой внешний вид, а подкова находилась на красной крыше закусочной. Однако позже здание превратили в казино, и подкову слегка подняли, таким образом разместив её на козырьке здания. Лода объекта тоже показывает, что ранее здесь было что-то другое. В доступной нам игре, если кто-то ещё не знает, в этом месте находится третье доступное для игрока казино, но в отличии от Четырёх драконов и Каллигулы, оно никак не задействовано в сюжете, и некоторые игроки о нём даже не догадываются. Буду рад видеть ваши оценки и отзывы к этому видео, а чтобы узнать больше об играх GTA, приглашаю подписаться на канал с включением всех уведомлений. На связи был Александр Поляк, до встречи!